Я всех приветствую, меня зовут Вильям Амзалак. Я приглашаю вас посмотреть шестой эпизод нашего долголетия ТВ от компании Джанесс. Вы когда-либо слышали о теломерах? Скорее всего, нет. Теломеры — это окончание хромосом. Они существуют, чтобы защитить нашу ДНК. Они также сделаны из ДНК. Однако последовательность, которую формируют теломеры, повторяющаяся. А это значит, что они сделаны из одного и того же генетического кода, повторяющегося 2000 раз. Наилучший способ описать теломеры — это сравнить их с наконечниками на шнурках. Вы помните, это такие маленькие пластиковые колпачки на окончаниях шнурков. Так же, как и наконечники предотвращают расплетение шнурка, так и теломеры предотвращают ДНК от распада. Почему эта ДНК сделана из повторяющихся последовательностей ДНК? Для чего же это нужно? Когда наши клетки делятся и размножаются, очень важно, чтобы ДНК в хромосомах оставалось неизменной. Если бы мы теряли часть информации, заложенную в ДНК, каждый раз, когда она репродуцируется, человеческая жизнь была бы невозможной. С каждой аутерепродукцией нашей ДНК частичка теломеры откалывается. Но на самом деле это не имеет большого значения, потому что мы теряем идентичную определенную последовательность нуклеотидов и определенный код. Однако остается еще одна такая же идентичная последовательность. Именно таким образом природа защищает ДНК в хромосоме. Тем временем, после 50-70 делений, клетки нашего тела приходят к состоянию, когда теломеров больше нет, чтобы защитить нашу ДНК. Такие клетки больше не могут репродуцировать себя. Для них наступает момент, когда они умирают, либо просто больше не делятся. Такое состояние называется старением. И когда такое старение охватывает большинство клеток организма, мы умираем от старости. На сегодняшний день мы можем измерить биологический возраст наших клеток, и это определяется длиной теломеров. В момент зарождения эмбрион содержит 15 тысяч пар нуклеотидов, содержащихся в каждой теломере. Кстати, пара нуклеотидов — это стандартная единица измерения в хромосоме, а общая длина цепочки ДНК равняется примерно 3 миллиардам таких пар. После многих делений у новорожденного ребенка есть всего 10 тысяч пар нуклеотидов в каждом теломере. Мы уже потеряли 33 длины наших теломеров. В каком-то смысле мы начинаем умирать в минуту нашего зарождения. Когда количество пар в теломерах снижается до 5 тысяч, наши клетки стареют и умирают. Мы теряем приблизительно от 40 до 50 пар каждый год. Поэтому теоретически процесс снижения количества до 5 тысяч займет порядка 120 лет. Вот почему некоторые ученые верят, что максимальная продолжительность жизни составляет 120 лет. Кстати говоря, мировой рекорд по долголетию до сих пор принадлежит Жанне Кальман, француженке, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Какое совпадение! Но что хуже, это когда достаточно большое количество теломеров достигает пределов 5000 пар. Наша иммунная система становится больше неэффективна, и организм оказывается более чувствительным к хроническим заболеваниям. Но почему же теломеры у человека постоянно сокращают свою длину, а у других видов они постоянно остаются неизменными? Элизабет Блэкберн из Университета Калифорнии, город Беркли, нашла ответ на этот вопрос. И с этим открытием она получила Нобелевскую премию в 2009 году. В процессе работы с клетками зародышевой линии, теми, которые ответственны за размножение, она обнаружила, что их теломеры никогда не сокращались. И это, конечно же, снова чудеса природы. Становится ясно, что жизнь была бы невозможной, если бы эмбрионы унаследовали клетки от родителей, уже с сокращенными теломерами. Учитывая миллионы необходимых делений клеток во время беременности, все клетки достигали бы стадии старения за несколько дней, и зародыш никогда не достиг бы зрелости. Элизабет обнаружила, что клетки зародышевой линии имеют особенный энзим под названием теломераза, который контролируется на генетическом уровне и постоянно активируется. Когда теломераза активирована, она начинает воспроизводить каждую потерянную частичку теломеры. И это практически магия. Частичка за частичкой, кирпичик за кирпичиком. Но почему же во всех других клетках это так не работает? Элизабет Блэкберн открыла, что у всех наших клеток есть теломераза. Но, к сожалению, она находится в режиме сна. Ее гены подавляют ее же работу. Почему? Этот секрет природа пока нам не раскрыла. Но если мы выясним, как ген теломераза переключить из сна в активный режим работы в клетках, возможно, мы откроем секрет бессмертия. Это как раз та вещь, над открытием которой работает множество исследовательских учреждений. Одно из них — корпорация Герон в США. В процессе работы над древними китайскими лечебными средствами выяснила, что корень растения астрогала перепончатого содержит очень-очень специфический компонент, способный включить ген теломеразы. Они назвали его активатор теломеразы и дали ему название TA-65. Корпорация Герон работала на протяжении почти 10 лет над компонентом TA-65, исследуя его безопасность и эффективность, сначала применяя его к клеточным культурам, а потом и к человеческим клеткам. Они продали все результаты и патенты одной компании, расположенной в Нью-Йорке. Компания называется TA Sciences, которая сейчас распространяет эту молекулу по всему миру. Вы спросите, какая же связь всего этого с Finiti? Компания Genes подписала соглашение с TA Sciences на получение эксклюзивных прав на использование TA-65 по всему миру в сфере прямых продаж. И мы включили компонент TA-65 в наш продукт Finiti. Хотя компонент TA-65 является основной составляющей, она все же не единственная. Мы также включили витамины С, И, В6, В9 и другие ингредиенты, такие как холин, фукоидон, коэнзим-Q10, портулак, который богат омега-3 и жирными кислотами, токотриенолы и токоферолы. Так что же происходит, когда вы начинаете употреблять Finiti? После принятия Finiti в клетках, в которых критически короткие теломеры, начинает активироваться теломераза. В тех случаях, где длина теломеры больше, чем 5000 нуклеотидовых пар, клетки снова начинают делиться и к ним снова возвращается жизнь. Результат улучшается, как только TA65 достигает клеток. А если вы принимаете Finiti регулярно, то запускается процесс возрождения клеток. Хорошие новости также состоят в том, что TA65 имеет временный эффект, а это значит, что теломераза активируется только если теломеры критически короткие. И теломераза приостановит свою работу, когда теломеры достигнут достаточной длины, чтобы вызвать и поддерживать деление клеток. Каковы же видимые преимущества? Наиболее значимое преимущество здесь для иммунных клеток. Они пострадали от недостаточного количества функциональных клеток. А теперь они снова возвращают свою работоспособность. И это значит лучшая защита от бактерий, вирусов и заболеваний. Данный результат был задокументирован в нескольких клинических испытаниях. В некоторых случаях улучшается зрение, повышается либидо, быстро теряется вес, заживают раны, повышается прочность костей, улучшается состояние кожи. Как же применять Финити? По две капсулы два раза в день, в любое время, до, после, или во время еды. Результаты не заставят себя ждать спустя два-три месяца регулярного приема. Кому же не рекомендуется принимать Финити? Детям. Просто в этом нет необходимости, так как их теломеры и так достаточно длинны. Молодым людям по той же причине есть смысл начать принимать Финити примерно с возраста в 35 лет. Для людей с особым состоянием здоровья рекомендуется проконсультироваться со своим терапевтом перед употреблением Финити. Финити это уникальный продукт эксклюзивно от компании Дженесс. Воспользуйтесь же всеми его преимуществами. Меня зовут Вильям Амзелак. До встречи в следующем эпизоде. Закадровый текст читал Виктор Сусман. Дженесс. Мы Редефинить Юсть. Редактор субтитров А.Семкин